В Беларуси отмечают День знаний. Сегодня за парты сели 105 тысяч первоклассников. Всего в республике функционируют более 2500 учреждений общего среднего образования. Касаемо новых объектов, сейчас в стране строится семь современных школ. Пять из них планируется ввести в эксплуатацию уже в сентябре. В торжественных мероприятиях приняли участие руководство города, депутатский корпус, силовой блок. В Могилёве продемонстрировали уникальный поезд. На 90% он состоит из отечественных комплектующих. Проект не имеет аналогов среди белорусских производителей. Самосвальная техника предназначена для перевозки грузов, стройматериалов. Опытный образец презентуют на 31-й международной строительной выставке «Буд Прогресс-2020». В Бобруйске объявлен месячник безопасного труда при производстве лесосечных работ и работ по деревообработке. Разработан план мероприятия. Запланировано оказание практической и методической помощи организациям в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда, профилактике производственного травматизма, оперативном выявлении и устранении нарушений требований безопасности. В республике активизировались мошенники по аренде квартир. Правоохранители рекомендуют соблюдать несколько важных правил. Перед заключением сделки попросить у собственника показать документы и паспорт. Не переводить деньги, не увидев жилье своими глазами. В договоре указать передачу авансового платежа и условия его возврата. В Беларуси можно выращивать до полутора тысяч тонн арбузов в год поделились в Минсельхозпроде. Опыт возделывания культуры в производственных условиях имеется практически во всех областях республики. Наибольшие объемы производства сосредоточены в Брецкой, Гродненской и Минской, преимущественно у фермеров. Сегодня в госреестр сельскохозяйственных растений включено 40 сортов и гибридов.